Экологическая катастрофа в Черкасской области. Уже вторую неделю по улицам города Ватутина течет река из нечистот. Коммунальщики не смогли удержать стоки в забитом коллекторе, и теперь зловонные потоки заливают спальные районы. Все видели наши корреспонденты. Этот спальный район в местечке Ватутина мог бы с легкостью стать курортной зоной. Холмистая местность, водопад и даже некое подобие горной реки. Правда, здешние ароматы отдыхающих бы только отпугивали. Вот эта мутная субстанция, которая течет по улице, не что иное, как канализационные стоки. Галина Сергеевна наблюдает, как зловонная река размывает улицу, на которой стоит ее дом. Пакеты, пластиковые бутылки и другой мусор канализационные стоки несут вниз по дороге. Женщина говорит, напор нечистот то утихает, то возобновляется. И так уже не первую неделю. Но самое страшное, неочищенные стоки прямиком текут в реку Шполка. Местный житель Юрий Набанель показывает место, где кристально чистая вода смешивается с канализацией. В водоеме уже начался мор рыбы. Мужчина уверяет, удар по экологии колоссальный. Стоки сюда сбрасывает и в Атутино, и соседний райцентр Звенигородка. Это почти две тысячи кубометров в сутки. Для Ватутина эта катастрофа словно дежавю. Весной прошлого года канализационные стоки вылились из забитого коллектора. Тогда на ремонт коммунальщикам понадобился почти месяц. В этот раз мэр города заверил, ситуация под контролем. Впрочем, встретиться с ним нам так и не удалось. Директор местного водоканала лично контролирует ремонт. Уверяет, в выбросе стоков виноваты сами жители. Мол, люди сбрасывают в канализацию твердые отходы, а они забивают коллектор. Но проблемы большой не видит. Несколько дней горожане могли бы и потерпеть. И вот там тормознули, на половину трубы идет. И притормаживает канализацию. Там на том колодце оно три метра. Что-то упало, такое, что не можно ничего сделать, вытянут. А вы скажете, сколько оно течет так вот по улице? Вот это течет, получается, третий день. Вот так, что отверто. Насколько дней затянется чистка коллектора, коммунальщики не прогнозируют. Пока же тысячи кубометров нечистот. Продолжают оседать на дне единственной в Атутине реки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.